Движение руки и решение принято. Решение по вопросам, касающимся бюджета и строительства, образования и жилья, детского досуга и благоустройства и многого другого. Район и город можно сделать лучше. Благоустроить дворы, сделать их светлее и комфортнее для всех. У меня есть мечта. Жить в красивом, благоустроенном, современном городе. Все проблемы микрорайона касаются в том числе и лично меня. Через три года моя дочка пойдет в школу. Хотелось бы, чтобы она пошла в новую школу, которая планируется на улице Богданова. Считаю, что таких ям быть не должно. Я постараюсь добиться решения этого вопроса в этом году. Конкретно, что вы хотите? В составе Совета депутатов 5-го созыва 20 человек. 14 из них уже работали в Совете предыдущего созыва под руководством Елены Сухановой. Вот это тоже нормально? Да. Но здесь нет крутящихся. Другое дело вот с крышечкой. Вот вам горочку поменять. 14 сентября народным голосованием был избран новый состав Совета депутатов. Он пополнился шестью новичками. Среди них Татьяна Кучеренко, Геннадий Червяков, Илья Бойцов, Надежда Федорова, Юрий Кузнецов, Михаил Рыжакин. Сегодня нужно сделать больше, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня. Работать на благо жителей города и моих избирателей. Я бы попытался содействовать обустройству этой замечательной улицы Трудовой, которая имеет славные традиции, которая должна получить достойную жизнь в новом 21 веке. Изменилась и структура Совета. Теперь обязанности председателя исполняет глава города Сергей Гривнев. Я прекрасно понимаю, что это не только высокая честь, но и большая ответственность. Такого ранее никогда не было. Но теперь мы живем именно в такой структуре. И мы все шутим, что у нас Ивантеевка – город победившего народного образования, так как глава города бывший директор школы. И вот плоды этого подхода Сергея Геннадьевича уже теперь видны. На первом же заседании депутаты избрали первого заместителя председателя Елену Суханову, а вторым заместителем стал Алексей Гавриленко. За 8 месяцев сделано многое. Совет депутатов пятого созыва утверждает бюджет города. Принимает решение о сносе пяти старых жилых домов на улице Школьной, застройке этой территории и расселении жителей. Утверждает ставку налога на имущество физических лиц на территории Ивантеевки. Согласовывает муниципальные программы, действующие с 2015 по 2019 годы. Такие, как территориальное развитие Ивантеевки, создание городской велодорожной сети, реконструкция сквера на центральном проезде, развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города. Депутаты согласовывают перечень тарифов и платных услуг муниципальных учреждений и решают, что жилая застройка по улице Бочарова с рабочим названием «Голландский квартал» так и будет называться «Голландский квартал». Перед каждым заселением Совета депутатов проходят очень серьезные комиссии. На комиссиях присутствуют практически все депутаты, где идет, ну скажем так, битва. Пока мы не найдем компромисс, пока не будут заслушаны все сотрудники профильных управлений отделов администрации. Поэтому сегодня мы выходим на Совет депутатов с каким-то уже единым, общим решением. Приоритетные задачи Горсовета – развитие жилищно-коммунального социально-бытового комплекса города, снос аварийного жилищного фонда, развитие культуры, спорта и других важных областей жизнедеятельности. Депутаты вносят изменения в программу «Жилище», закладывают в бюджет финансирование обеспечения жильем одного ветерана войны. На 7 миллионов рублей расширяют программы развития культуры молодежи в Антеевке. Отвяжите тех, кто сюда пришел и тех, кто отсюда до сих пор не ушел. Вот прекрасно. Твоя родина – Советский Союз. Ты запомни, мальчик мой, Гена. Модрости вам духа, чтобы близкие радовали. Каждого ветерана Великой Отечественной войны в городе помнят и ценят. В преддверии 9 мая депутаты лично посещают участников войны, дарят подарки и теплые поздравления от фракции «Единая Россия». Праздничное настроение чувствует каждый житель. В городских школах ветеранам вручают юбилейные медали. А Максим Бобров и Алексей Савченко организовывают награждение участников войны в кафе «Прависсимо». Вы знаете, 1418 дней и ночей. Тяжелые, страшные, ужасные. Вы были свидетелями и участниками этих страшных событий. Не только за то, как вы приблизили победу, а главное еще за то, что вы дожили до 70-летия. Низкий вам поклон за все труды, которые были и в те дни, и после войны. Мы бы хотели, чтобы до ваших устах было как можно больше и чаще улыбка. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Они принимают участие в городских мероприятиях, открывают спортивные соревнования, поддерживают активистов. Депутаты обследуют реку Уча и, замечая мусор, решают создать программу по очищению Учи. Они видят экологические проблемы города, забитые ливневые канализации, грязевые стоки и выступают с инициативой провести депутатские слушания по проблеме и инвентаризации сливных каналов. Менять ситуацию к лучшему в дошкольном образовании на выездных депутатских слушаниях с участием министра образования правительства Московской области Марины Захаровой изучают проблему и пути ее решения и, засучив рукава, помогают делом. Охват детей дошкольным образованием от 3 до 7 лет с вводом двух детских садов новостроек по улице Толмачева и улице Бережок составит 96,1%. Детские сады сегодня посещают 2937 детей. Это все вопросы, касающиеся… Детей, садов в наших депутатских собраниях. Замечательный садик на Тумачево. Я таких никогда не видел, и, конечно, было очень интересно посмотреть. Прям хочется быть маленьким и вот эти детские сады ходить и проводить здесь достаточно очень большое время. С удовольствием можно. Совет депутатов – это организация, в составе которой не чиновники, а обычные жители. Они принимают участие в субботниках, сажают деревья, озеленяют и благоустраивают город. Но к каждой проблеме подходят не по-обывательски, а грамотно, на государственном уровне. Помогайте. Помогайте вместе. Ставьте. С удовольствием. Очень приятно. С огоньком даже. Мы бы так все время работали. Вот так вырвите. Вот. Все, хорошо. Давайте ставим. Опа. Они готовы слушать и слышать жителей и решать их проблемы. Раз в месяц каждый депутат проводит личный прием избирателей, куда может прийти любой горожанин. Разрешал сказать вопрос на их квартиру. По получению в новом доме. Я туда обращалась. Стараемся эти вопросы, все, что касается жилищно-коммунального хозяйства, решать на нашем участке в кратчайшие сроки. Просто обязательно проявлять активность. Я за это ратую все время. Нам поможет депутат ваш. На всех стендах будет висеть вся моя личная контактная информация, да, и мой личный телефон, и почта. И какие-то моменты можно будет тоже мне адресовывать. Мы все это будем работать в связке, в тесной. Они знают, сделать надо еще много. И планируют очередные депутатские слушания на темы строительства, спорта, культуры, развития библиотек, экологического движения в городе и многого другого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!